Вот, я знаю вашу историю, соответственно, мы еще в декабре через активистов, соответственно, вы с Татьяной Ивановной встречались, да, и звонили по поводу того, что проблема была с елей, ее спилили, в неизвестном направлении не везли, потом она оказалась на главной площади села Ешичи, потом ее опять оттуда увезли, и в итоге поставили другую ель. И у вас нет ели, и там другая ель, правильно? Да, правильно. Отлично. Значит, ну, давайте мы обсудим, вот такая. Второй момент. Обращались по поводу того, что, значит, незаконно спилили эту ель, ко мне в том числе, жители подписи собирали и так далее. Я, значит, мог единственным способом решить этот вопрос обратиться в МВД. У нас есть полиция, которая занимается всеми вопросами, которые, значит, связаны с нарушением закона. Здесь она была, там, незаконно спилена, украдена, как угодно, я не юрист, квалифицировать это никак не могу, да, по образованию врача. Вот. Но, тем не менее, им виднее. Я сделал запрос в МВД, мне прислали письмо о том, что мое обращение зарегистрировано, попавка проводится в проверку. Значит, проверка прошла, мы получили вместе с вами вот такой ответ. Значит, ответ у нас от Жирикова, начальника поездческому району, моего полиции. Значит, была проведена проверка по факту обращения депутатской областной думы зеленого свидетельства в центре, ну, по поводу незаконной выработки ели, расположенной в центре села Борги на аллее у кладбища. В ходе проведения проверки установлено, что 21 декабря 2017 года работниками МУХ, коммунальщик, подписанных заявок главы горбинского сельского поселения, Парфенов, в села Борга, около кладбища, было спилено дерево породы ели, которое угрожает здоровью, жизни граждан, а также порчи памятников и ограждений кладбища. В конце спила данное дерево было распилено и передано в городскую баню. Согласно информации, предоставленной зам. директора лесничей Еленского лесничества Мурмулева, ель, трезвенная в селе Борга, в районе кладбище находилась не на территории лесного фонда. Таким образом, действие гражданки гражданина Тавковского отсутствует состав преступления, предоставленного частью 1 ст. 260 Уголовного кода Российской Федерации. Соответственно, на основании высшего изборного возбуждения уголовного дела отказано, копию отправить в село Ершище. Значит, вот такое обращение мы получили. Значит, теперь у нас с вами какая задача? Первая. Я понимаю, что все хотят наказать кого-то. Правильно? Значит, это желание жителей, оно понятно совершенно. Значит, второй момент. Кто может наказывать? Наказывать у нас может несколько структур. Это полиция, передав дело в Следственный комитет, и прокуратура. Все. Два органа, которые, соответственно, могут наказывать. Депутат Смоленской областной думы наказывать не может. Уж поймите меня правильно, есть закон Российской Федерации, у нас есть суд там и так далее. Ну, понятно, что в итоге, если дело переходит в суд, значит, и суд принимает определенные профессиональные решения о наказании того или иного человека и выносит, соответственно, это дело. Поэтому у нас есть исполнительная власть, законодательная и судебная. Значит, это первый момент. Второй момент. Значит, по поводу того, что мешало это Ель кому-то или не мешало. Значит, я знаю, что жители неоднократно обращались к главе поселения с тем, чтобы спилить некие аварийные деревья, которые на территории в Орге имеются. Имеются такие деревья? Нет. Имеются. И поэтому жителям будет интересно услышать от главы, выглава, да, о том, кому она там угрожала, какие обращения были по поводу этой ели, и были ли еще обращения по поводу других аварийных деревьев села в Орге. И, ну, я понимаю, если есть такие аварийные деревья у вас, то теперь, с учетом того, что деньги на них, оказывается, есть, вам рассказывали, что их нет, нужно спилить эти аварийные деревья. Ну, правильно? Ну, ваши деревья, которые вам мешают. Вот так. Хорошо. Это второй момент, который мы сегодня можем обсудить. Ну, согласны? То есть, два – наказать, второе – каким-то образом решить вопрос с аварийными деревьями. Правильно? Правильно. И третий вопрос, который мы должны обсудить. Все-таки, если мы хотим, чтобы у нас был красивый поселок в Орге, если вам нравятся вот эти ели, которые там расположены около кладбища, сейчас ездим, проверим, посмотрим после собрания. Ну, я готов организовать там акцию весной по поводу посадки елей. Давайте посадим новую аллею без всяких вопросов. Готов полностью взять все на себя. Мы вместе с вами сделаем такое мероприятие. Согласна? Согласна. Отлично. Все. Давайте теперь по порядку. Значит, я думаю, что мы предоставим слово сейчас представителю полиции. Он все-таки расскажет, как дело было, да? И чтобы вы просто понимали. Потому что я на самом деле очень рад, что такая общественная резонанса это вызвала. Потому что у нас люди сидят там у себя дома, ничего никого не интересуют. А так вот действительно, общественную ель спилили, не понравилось, началась буча какая-то. Вот во сколько пришло по поводу этого вопроса. Несмотря, что сегодня будет день-день, несмотря на то, что у вас очень много других дел. Правильно? Ну, не только по поводу этого. Вот, хорошо. Так что мы сейчас будем по этому поводу разыграться. Так, договорились? Тогда можно у вас, уважаемые коллеги?